Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Александра, это канал о вязании. И сегодня будет видео-микс. Я хочу очень много разных тем видео. Видимо, будет длинным, а может не очень. Ну, как пойдет. Если я буду слишком сильно отклоняться от сути, то, наверное, длинным. Мы будем разговаривать с вами обо всем. И невязальным тоже, кстати. Первое, о чем я хотела вас спросить и предложить вам, интересно ли будет это вам, делать видео-вопрос-ответ. Конечно, сейчас есть прямые эфиры в Инстаграм. И там на очень много вопросов я отвечаю. И даже, наверное, больше невязальных, да? Кто смотрит мои прямые эфиры. Но, тем не менее, я решила сделать что-то подобное на Ютуб. Но не в рамках прямой трансляции, а в рамках просто видео-вопрос-ответ. Как у меня уже было на канале. У меня уже были два видео-вопрос-ответ. Но я решила, что лето, сезон такого всего вальяжного и спокойного, почему бы не сделать видео-вопрос-ответ. Вот. Поэтому, если вам интересно мое предложение, и вы бы хотели услышать какой-то ответ на ваш вопрос, то пишите свой вопрос внизу в комментариях. Через неделю я подведу итоги этого всего. Будет ли о чем записывать видео или нет. Ну, пара вопросов, на самом деле, у меня уже есть. Поэтому, если что, на них я отвечу. Будет 5-минутное видео. Я себе тут написала план того, что мне нужно рассказать в этом видео. И последующая по плану у меня идет готовая работа. Я очень искренне надеялась, что это будет готовая работа. Сейчас я вам это покажу. Меня сейчас наизнанке надо вывернуть. Это нечто идет под кодовым названием готовая работа. Но, на самом деле, это совсем не готовая работа. У меня здесь не спрятаны хвостики. И, вообще-то, это перевяз должен быть. Ну, в ближайшей, не в ближайшей перспективе. Когда-то это будет перевяз. Не знаю, когда. Сейчас у меня абсолютно нет настроения уже это вязать. Потому что вязала я как-то все это на таком, знаете, творческом подъеме. А сейчас нет, нет творческого подъема. Куда-то он исчез. В общем, я показывала в Instagram. Stories выгружала это все на себе. Это мероприятие. То есть, это такой некий кроп-топ. Очень широкий кроп-топ. По типу а-ля Хейвард. Да, я думаю, что все уже у меня на канале знают про Ольгу Кондратьеву. С ее фирменным свитером с лицом генерального прокурора. На самом деле, это по мотивам того самого. Но я хотела это сделать еще, наверное, шире, чем в оригинале задумывается. То есть, прямо очень широким. И я думала, это что-то будет такое на пляж ходить. Я изначально даже не могла четко обозначить какую-то причину, почему мне это не нравится. Потому что вот это вот мне не нравится. Но сейчас я уже вроде как в голове как-то все это по полочкам разъяснила. И могу более-менее объяснить. Во-первых, мне не нравится вырез. То есть, здесь такой вырез лодочкой получился. Есть модели, в которых он смотрится интересно и круто. Не знаю, конечно, как они носятся. Потому что у меня, по-моему, таких изделий не было. Нет. Но на фотографиях смотрится круто, интересно и модели очень интересные. То есть, конкретно здесь мне это не нравится. Самое главное, на самом деле, не то, что даже как это смотрится. Смотрится это вполне себе так нормально. Ну, такой вырез лодочка. Но мне это неудобно в этом ходить. То есть, вот такой вот сам по себе вырез. Не очень какой-то практичный. Я люблю практичные вещи все-таки. Несмотря на удлиненную линию реглана. Она меня, кстати, вот так вот не бесит. А вот этот вот сам по себе вырез, он мне не нравится. Почему он мне не нравится? Потому что я здесь не делала классический росток. Если бы я его сделала, все было бы не так печально. Но я его не делала. То есть, я здесь вывязывала укороченными рядами по спине. Как я и рассказывала в видео. Вообще, нездравая была идея делать эти укороченные ряды. Возможно, у Джунка Камото, например, у дизайнера, который любит эти укороченные ряды в спине, вставлять. Можно так говорить? Нет? Возможно, в ее конкретных дизайнах это смотрится круто. Но из хлопка Ализабелла это смотрится не круто. В общем, это реально смотрится каким-то горбом. И, не знаю. Вот. Ну и второй момент. То, что это все-таки слишком цветасто. И так, очень цветасто. О чем я думала, опять же. Я, кстати, вам спинку показываю. Потому что она здесь у меня. Здесь надо ниточку соединять. Хвостики еще никакие не прятала. Ничего не делала. Покажу лицо. Покажу лицо. Но при этом мне очень нравится здесь низ. То есть, здесь мало того, что он такой немножко асимметричный получился за счет вот этих вот здесь привавок. То есть, он так низу таким треугольничком. Да? Ну, вот как сейчас вот это есть. То есть, когда это все постирать, отпарить, то так и будет смотреться. Так, и мне нравится, что это очень широкое. Такое прям очень широкое. Вообще круто на самом деле. Поэтому тут надо точно перевязывать горловину. Но сейчас абсолютно нет вдохновения на это. Поэтому не знаю. Вот. Вообще-то я надеялась это видео снимать в этой готовой работе. Возможно, еще причиной того, что мне, в принципе, вот это вот не очень нравится. Потому что я использовала остатки. Вроде как, ну, добить остатки. И второй момент. То, что я как-то себе иначе представляла вот конкретно вот этот Ализабелла хлопок именно в этом изделии. Хотя, вообще-то, я вязала у него из него уже изделие джемпер. Я его очень люблю. Но конкретно вот здесь это промашечка вышла. Большая причем. Поэтому готовой работы нет. Нет готовой работы. У меня есть процесс, который лежит в таком замечательной тебе корзиночке. Да? Прошлое у меня было абсолютно не фотогенично. А это очень даже фотогенично. Я эту корзинку увидела случайно у моей подписчицы. Можно так, да, Наташа, тебе? Назвать. У зрителя моего канала Наташа Нит Плюс. У нее ник в инстаграм. Вот я видела эту корзинку у нее. Но, честно, по фотографии как-то не впечатлилось. Сказала, корзинка с вязанием. Прикольно. Окей. Потом я эту корзинку увидела пятерочки. У нас вот рядом с домом открылась пятерочка. Поскольку мы туда регулярно наведываемся. Я там увидела эту корзинку. И как-то, знаете, зацепила. Зацепила своим цветом. Какой-то цвет. Я не знаю, как этот цвет его звать. Мне нравится, что она такая глубокая. При этом она вся такая кругленькая. И тут такие ручечки. И какая-то она такая достаточно легкая. По идее. Ну, если ее не нагружать, не пойми чем. Очень мне понравилась корзинка. Именно когда я ее потрогала, пощупала. И все-таки, ну, с вязанием связано как-никак. Поэтому я решила ее взять. И вот такая вот у меня неожиданная покупка для вязания получилась. Пятерочка. Она стоит 100 рублей. Или 99 чем-то. Я не помню точно. Я помню, что я сохранила чек. Я посмотрела так, что корзинка называется вязание. Вот. То есть в районе 100 рублей стоит. Очень интересная такая, на мой взгляд. Наташа, допустим, ее покупала в Ленте. Еще в комментариях в Инстаграме я делала пост об этой корзинке. И там писали, что ее только нет. То есть она есть в Ленте. Еще в каких-то магазинах ее продают. Она даже в Беларуси есть. В ЦУМе. Оля Бонифатова сказала, что в ЦУМе она есть. Она ее видела. Я себя била по рукам. В итоге в какой-то момент, чтобы не купить еще несколько этих корзинок. Но я понимаю, что это нецелесообразно. Потому что их надо будет перевозить. Мне будет проще их в Питере еще купить. Приятно. Ее на самом деле не только под вязание можно использовать. Но под вязание она просто... Здесь, собственно, лежит мой единственный теперь проект. Ну, помимо перчаток. Перчатки, честно, не вяжу. Они у меня застопорились на моменте. Мне нужно... Я решила сама изобрести узор там. И мне нужно его вначале... То есть в голове я его прорисовала. Но перед тем, как вязать, мне нужно его, чтобы не перевязывать несколько раз. Мне нужно его нарисовать на бумаге. И не знаю, почему я это не делаю. В общем, я это не делаю. Поэтому вяжу вот этот вот джемпер. Не знаю, это не джемпер, но это скорее будет топ. То есть я уже маме сказала, что будут короткие рукава. И на симметричный низ она во-прежнем не согласилась. Вот. В общем, вот так вот сейчас этот процесс выглядит. То есть мне надо еще очень много делать прибавок на теле. Но при этом линию реглана я уже практически вывязала, какую я хотела. Не знаю, что делать. Может быть, распустить придется. Не хотелось бы, конечно. После Ализабелла, конечно, вязать вот эту вот пихорку жемчужины на тройке кажется немного таким тоже извращением. Потому что очень тоненькая пряжа. Ализабелла толще. Я вязала ее на меньших спицах. А здесь тройка и пряжа очень тоненькая. Но при этом полотно смотрится очень интересно. И не скажешь, что очень дыряво прям. Я не люблю очень такое свободное, рыхлое вязание. То есть вот весь мой процесс. Про перчатки я уже сказала. Они у меня в другой комнате. То есть они просто лежат и ждут своего часа. Когда же он наступит и наступит ли он вообще. Так, я уже опять мистер Патюн. И еще вкратце тогда, наверное, расскажу, чем я занималась все это время, пока не выходило видео. Ну, во-первых, я ждала провод. Кстати, он у меня тут. Вот его. Вот этот драгоценный проводочек я ждала. Потому что я заказывала такой на Алиэкспресс уже. И за 340 рублей, по-моему. Как-то так, в общем. И он... Я им смогла воспользоваться от силы несколько раз. И, в общем, он сдох. Не советую вообще ни в коем случае заказывать такую вещь на Алиэкспресс. Потому что там, в принципе, цена варьируется. Самый дорогой, по-моему, я находила за 500 рублей. Ну, сомневаюсь, что там какой-то оригинал. Этот якобы оригинал. Но не знаю. В общем, все оригинально. Хотя, кстати, вот на коробочке, которая ко мне приехала с Алиэкспресс, там тоже все было якобы кошерно. Но выглядит по-другому. То есть, если их сравнивать, здесь он даже увесистее сам по себе. И вставляется карточкой иначе. И здесь вот этот вот... Как это называется? Лайтинг здесь двусторонний. Да, я, наверное, специалисты объясняю. Короче, это абсолютно никому не нужная информация. Но я очень рада этому проводу. Вы не представляете. У меня жизнь заиграла новыми красками буквально, когда я его получила. То есть, то же самое можно с фотоаппарата карточку вставлять в телефон. И у тебя супер-мега-классные фотографии. Если не лениться и фотографировать на фотоаппарат, а потом карточку, а потом в телефон. И можно хорошие, красивые фотографии в Инстаграм иметь. То есть, ну, камера на телефоне, она не так круто фотографирует. Вот так вот. Ну, у меня фотоаппарата нет, поэтому есть оправдание, что я ленюсь. Я тут немного сшила. Сшила вот такую вот чудесную косметичку для камеры. То есть, у меня здесь камера живет. Страшная она невероятна, на самом деле. То есть, вообще. Но моя машинка, у меня очень древняя чайка. Чайка она называется? Чайка, по-моему, называется. Подольск что-то там написано. Чайка, это, по-моему, насколько я знаю. Она джинсу-то не шьет, в принципе, даже в два сложения. У меня здесь чуть не в четыре сложения, хоть и такая достаточно легкая джинса. То есть, тут я потом вот это вот все обвязывала. Почему так криво обвязана? Потому что я обвязывала ручками. И, ну, джинса тянется, я ее натягивала. Я не учла этот момент. Вот, поэтому я немножко пошила. Пошила тут деду разные штуки, которые ему очень сильно были нужны. Надо еще вот футболочек тут пошить немного. Ну, подшить. Подшить, а не пошить. Что же я ищу себе-то? Вот, провод я дождалась. Но, тем не менее, я тут по максимуму пытаюсь оторваться. Можно так сказать, нет? Поскольку сейчас мы гостим у бабушки, я пытаюсь по максимуму как-то выжить это время. То, что у меня, в принципе, есть какое-то свободное время. И спасибо большое. Низкий поклон моей маме, которая теперь смотрит мои видео. Огромная тебе невыразимая благодарность за то, что ты мне помогаешь с моими прекрасными детьми. Вот. И, собственно, почему это я? И поэтому я сейчас, если я не бегаю, либо не шью, либо не вяжу, что я делаю сейчас очень редко, то я в маске на лице, либо на голове. И сейчас, помимо этого, я вообще очень сильно отстранилась, на самом деле, от вязания. Ну, так вот, как, насколько сильно я была в него погружена. И насколько вообще много я внимания уделяла вязанию, чтению по теме вязания, еще чего-то. Сейчас я больше читаю по другим телам. Об этом у меня тоже уже выкладывались посты в Инстаграм, которые были никому не интересны. И это тема минимализма и базового гардероба. То есть, такие две основные. На самом деле, одно вытекает из другого. То есть, когда начинаешь читать о базовом гардеробе, каком-то капсульном гардеробе, то понимаешь, что много вещей тебе не нужно. Начинаешь задумываться, зачем тебе вообще в жизни, в принципе, много вещей. Не только касаясь это, не только, точнее, касаясь гардероба. И ты понимаешь, что, да, это на самом деле не то, что нужно, не то, что хотелось бы. И, ну, лично мне. То есть, мне минимализм очень близок. Хотя я понимаю, что до такого прям аскетичного минимализма я, мне кажется, не дойду. И даже вот сама лично не готова дойти. Не говоря уже о том, что как-то настраивать на это других людей, членов своей семьи, так скажем. То есть, всех вылечить я не хочу. Я это своей целью не ставлю. Но просто какие-то моменты, да, я хочу донести все равно для членов своей семьи. И бабушка вот уже страдает. Еще скоро буду настраивать их остальных. Поэтому, кто об этом не задумывался раньше, то я советую почитать какую-то литературу по минимализму. В инстаграм как раз я делала пост. Там с красивой посудой пост. Там внизу информация под фотографией. Я написала, какие источники я для себя открыла по минимализму. Можете тоже посмотреть. То есть, конечно, кому это не интересно. Кто этот вопрос уже изучал и понял, что это не его, то как бы окей. Еще, кстати, на YouTube есть очень классный фильм «Дом». Я вообще была поражена, но этот фильм смотрела моя мама. Вот я его не смотрела. Я когда-то слышала, что такой нашумевший фильм, тря-ля-ля, что он запрещен там где-то и так далее. Но я думала, что... Нет. Не буду я досмотреть, что это опять какой-то пиар-акция и так далее. Но нет, классный фильм. И он причем на три с половиной часа, по-моему, или как-то... Ну, в общем, на три с лишним часа или около трех часов я не посмотрела весь. То есть, я посмотрела буквально, наверное, час из его фильма. Он заставляет задуматься. Даже если не о минимализме и не о базовом гардеробе. Я хочу посмотреть его весь. Это действительно такое, мне кажется, нужное выложение в голову. Ну и вот, собственно, ответ на вопрос, чем я занималась в это время. То есть, я изучала тему, я для себя более-менее выстроила какую-то концепцию базового гардероба. Я уже заказала какие-то некоторые вещи. Какие-то... Очень много вещей я выкинула. Какие-то вещи я оставила. Немного, на самом деле. И сейчас, на данный момент, я уже представляю, как должен выглядеть мой базовый гардероб. Хотя... Но мне кажется, что все равно немножко практика будет отличаться от того, что я сейчас написала. То есть, у меня в телефоне есть список. Там прям по пунктам какие топы, какие джинсы, какое-что. То есть, что необходимо покупать, что вообще с чем гармонирует. И по цветам сочетается. И по моему цветотипу будто бы подходит. Вот. И из моего... Из... Из того, что подходит моему цветотипу, нравится лично мне. Вот. Так. Потом, как я уже сказала, мне стыдно выходить в прямые эфиры и записывать видео, когда у меня где-то на лице маска. Или на волосах маска. Сейчас вот я только прибежала из бани. Поэтому прошу прощения за мой несколько потрепанный вид. И я в инстаграм тоже об этом в сторис, по-моему, выкладывала. В общем, да. У меня все не связано с лизанием абсолютно. Я бегаю сейчас. Мне, блядь, невероятное удовольствие. Причем... Как? Не нравится говорить, что я бегаю. Нет. Мне не нравятся сам факты бега. То есть, я вообще не люблю заниматься спортом. Я чувствую себя слабой. И... То есть, мне кажется, что вот это же расстояние, 2,5 километров, можно пробежать спокойно за 30 минут. И вообще не вспотеть. Ну, или, окей, чуть-чуть вспотеть, но не так запыхаться. И так далее. И нигде не колет, и прочее. И ноги не сводит. И как-то на меня психологически давит. И то же самое, что ты бегаешь весь такой грязный и мокрый, неприятный. Поэтому я не очень люблю заниматься спортом. Но мне нравится именно само ощущение как-то и в голове, на самом деле, и в теле, когда ты занимаешься спортом. Потому что тебе реально легче. То есть, у меня, когда я не занимаюсь спортом и вяжу постоянно, или просто даже ношу ребенка. Потому что, ну, 10 килограммов потаскай каждый день постоянно. Если это не в рамках занятий спортом, где-то идет. Это тяжело. Когда занимаешься спортом, все-таки как-то приятнее себя ощущаешь. То есть, лично мне легче. То есть, у меня и спина как-то не так болит. И как-то мышцы по-другому вообще работают. То есть, как-то даже, я не знаю, как это объяснить. То есть, по итогу, я люблю заниматься спортом просто за те ощущения, которые происходят после этих занятий спортом. То есть, после того, как я схожу в душ и вот такая вот выхожу. Ну, допустим, с красным лицом и не пойми, с чем на голове. Но мне нравится это. Ну, это же эндорфины, да, все гормоны и так далее. Спорт, он это все способствует выработке этого всего прекрасного действия. И мне нравится, как реагируют мышцы на постоянные занятия спортом. Потому что то же самое, когда ты бегаешь, допустим, первый раз сбегал после очень длительного перерыва. Второй раз ты бежишь и тебе кажется, что умираешь. А где-то через неделю ты бежишь и ты понимаешь, что у тебя нигде не колет в боку. У тебя ничего не болит. И мышцы так хорошо слаженно уже работают. И ты уже можешь пробежать там какую-то интервальную тренировку или еще что-то. Причем у меня есть приложение в телефоне. Я покажу сейчас. Окей, да, мы не о вязании разговариваем сегодня. Но это тоже связано с вязанием в некотором роде. Потому что мы не должны постоянно сидеть и вязать. Понятно, что есть какие-то еще там другие дела. Вот это вот приложение RunKeeper. RunKeeper. Сфокусировалась на приложении, да, ведь? Вот это вот приложение. Да я здесь себе выделила приложение, которыми нужно пользоваться, не которыми, в которые хочется заходить. Вот. То есть вот это вот приложение RunKeeper. Видите? А это я. Вот. То есть оно тут создает какие-то тренировки, которые ты можешь пробежать. Тут есть отдельная графа с испытаниями. То есть, допустим, вот недавно был глобальный забег на 5 километров. Я вот уже бежала буквально вчера. Вчера, в субботу, 15-го числа, в общем, был этот забег. И сейчас я тут вообще практически во все испытания, кроме забега на 10 километров, я не уверена, что я выживу просто. Я на все записалась. И это меня лично вот сейчас на данный момент, конкретную сейчас, меня если взять, меня действительно мотивирует. Мне хочется это делать. Хотя я понимаю, что я просто получу какую-то медальку в приложении. Но на самом деле мне и это сейчас приятно. То есть, в принципе, я и без медалек могла бы бегать и так далее. Но с медальками это делать как-то приятнее. Когда тебя хвалят, ты говоришь, ты пробежала с лучшей скоростью. Вот. Вообще не о вязании, да. Мы сегодня разговариваем. Но, тем не менее, я считаю, что лучше заниматься спортом все-таки. Потому что, ну, легче. У нас от вязания могут там и руки болеть, еще что-то, и спина. Конечно, не стоит себя убивать на беговой дорожке или не стоит там бегать где-то, если тебе это не нравится. Всегда нужно выбирать тот спорт, который нравится тебе. Вот, лично тебе. Потому что всегда, когда я покупала абонемент, а это, кстати, было, наверное, раза два, я покупала абонемент, у меня красиво лежал в кошельке просто, и все. Я с ним ничего не делала. То есть, я могла сходить пару раз, но я очень стесняюсь заниматься спортом при ком-то, на групповых тренировках, или тем более одна в зале. Одна в зал я вообще еще не ходила ни разу. Я, мне кажется, там просто, не знаю, спрячусь где-нибудь под каким-то тренажером, забьюсь в угол и буду там сидеть. А вот бегать мне очень нравится. Причем конкретно сейчас, потому что, ну, просто нет возможности заниматься дома. А так я очень люблю заниматься дома. Кстати, есть классное приложение. Ну, да, такое вот сегодня видео. Есть классное приложение Nike Training Club. Вот это вот зелененькое. Вот. Она очень классная, невероятно классная. То есть, там тоже есть тренировки. От 15 минут до 30 минут можно какие-то выполнять. То есть, можно выполнить 30 минут на тренировку, потом 15 минут на тренировку. И там еще тебя женщина хвалит нужный момент. Ну, там женский голос. Просто компьютеры. И она тебя хвалит, что говорит, что ты молодец, давай еще и так далее. То есть, это тоже очень мотивирует и заряжает. Этим я, собственно, сейчас и болею. Да. На вязание времени нет. Как? Ну, не то, что на вязание времени нет. Просто лето и хочется чем-то еще позаниматься. А в гостях у бабули, допустим, я всегда стараюсь побегать. То есть, у меня, ну, как правило, у меня получается, что где-то вот у меня есть сезон. Я выделяю какой-то сезон беговой. То есть, например, я в гостях месяц. И я месяц хочу бегать. Где-то на середине сезона я считаю, что, ух, я бегу. Я не смотрю под ноги. Я смотрю по сторонам. Все такая лечу. Наушники в ушах. Бегу-бегу. И падаю. Смачно так под какой-нибудь, ну, там, лес. Корни у деревьев. Я за какой-нибудь корень запинаюсь, падаю. У меня тут все в мясо. Все, в общем, разодрано. Я решаю, что этот бег, чертов. Сейчас ноги не загорят нормально и так далее. В общем, я это все бросаю в мероприятие. Поэтому я не знаю, конечно, сколько сейчас вот продлится этот запал с бегом. Моя бабуля уже устала откровенно от того, что я бегаю. Возможно, я переключусь опять на приложение Night Training Lab. Но если нет никаких противопоказаний, если у вас есть возможность... Ну, 15 минут выделить можно все равно. Поэтому хотя бы там чуть-чуть позаниматься. Это будет большим плюсом. И для настроения. И вязать будет легче. И все остальное. Поэтому, да. Я ни в коем случае не претендую ни на звание, ни на какого там фитнес-мотиватора и так далее. И канал по-прежнему остается о вязании. Просто сейчас я делюсь тем, что у меня помимо вязания происходит... Меня просили рассказать. Да. Ну, на самом деле, если бы меня не попросили, я бы все равно рассказала. Я буду честна с вами. Поэтому, в общем, если после всего, что я тут наболтала на не знаю, сколько часов... Если у вас еще остались какие-то вопросы, то пишите мне. Мы с вами еще поболтаем видео вопрос-ответ. Наверное, мне нужно создавать какой-то лайв-канал. И буду там рассказывать о минимализме. И о том, сколько километров я пробежала. Нет, это у меня все в личном инстаграме. Да. Я говорю, я буду в старости пересматривать свой инстаграм и говорить, ой, какая я молодец, промежала 5 километров. Чудо-женщина. Это, конечно, такие несущественные абсолютно для вас мелочи, но меня это делает счастливой. А еще бустяги очень красиво. В прошлом, в нашем последнем, в нашем крайнем прямом эфире, я делала прямой эфир, когда мы гуляли по набережной. Очень красиво. Так что приезжайте в гости. Тут очень много туристов, кстати говоря. Даже несмотря на то, что Великий Усть-Усть это родина Деда Мороза, но сейчас очень тоже много туристов по храмам ходят. Поэтому приезжайте в гости. Соберемся, повяжем вместе. Всем спасибо большое за то, что вы посмотрели это видео. Либо вы быстро пролистали это видео. Все равно спасибо. Мне приятно ваше внимание. До новых встреч. Увидимся обязательно с вами в новых видео. Я думаю, что совсем скоро. А почему бы и нет? Всем спасибо большое за внимание. Всем удачи, ровных петелек. И пока-пока.